Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! В эфире программа «Добрый день» и мы, её ведущие, Дмитрий Бурлаков. И учёный-пёс Пифагор. Сегодня 18 ноября. И мы расскажем вам обо всех значимых и интересных событиях, произошедших в этот день в истории. И о людях, известных и не очень. А начнём мы с одного русского князя, ныне незаслуженно забытого. Ну, или почти забытого. 18 ноября 1586 года родился князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Родись он чуть раньше или чуть позже, может быть, его имя и вовсе знали бы только историки-специалисты. Но Скопин-Шуйский жил в эпоху смутного времени. И именно он сыграл решающую роль в избавлении России от польских интервентов. Он был племянником царя Василия Шуйского и очень способным человеком. Скопин-Шуйский стал воеводой. Одержал победу над войсками бунтовщика Ивана Болотникова. Отчистил от интервентов Тверь и Торжок. Он снял осаду строицы Сергиевой Лавры и помог одержать победу над вторым Лжедмитрием. Народ справедливо считал Скопина-Шуйского своим спасителем. К нему даже приходили гонцы и предлагали стать царем. Но Михаил Васильевич твердо отказался от этого предложения. Он не хотел устраивать бунт против своего дяди. Эх, к сожалению, жизнь Михаила Васильевича была короткой. В возрасте всего 23 лет он скончался после болезни. А многие считают, что его просто отравили из зависти. Увы, история наполнена такими печальными фактами. Но нам пора идти дальше. И наш следующий сюжет будет посвящен Тезке Скопина-Шуйского, тоже государственному деятелю. 18 ноября 1856 года скончался генерал-фельдмаршал граф Михаил Семенович Воронцов. Генерал-фельдмаршал, это было не единственное его звание. Позвольте, я зачитаю. Итак, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант, почетный член Петербургской Академии Наук. Новороссийский генерал-губернатор. Ээ, вот. А еще я могу перечислить сражения, в которых Воронцов участвовал. Итак, битва под Фридландом, сражения под Бродяном и Смоленском, Баталия... Пифагор, Пифагор, остановитесь. Если наши зрители захотят узнать название всех сражений с участием Воронцова, они заглянут в энциклопедию. А наша задача рассказать о графе как о человеке, о личности. Ах, да-да-да-да. Но ведь нельзя не сказать, что за свои военные заслуги Воронцов был назначен губернатором Новороссии и Бессарабии. И просто преобразил этот край. Вот по распоряжению графа Воронцова в Крыму появилось множество виноградников. Были посажены деревья новых пород. А на Черном море возникло пароходство. А Одесса из маленького городишка превратилась в большой торговый порт. Именно в Одессе Михаил Семенович Воронцов познакомился с Александром Сергеевичем Пушкиным. Сыльный поэт даже посвятил ему некоторые стихотворения. Ну, наверное, он восхищался мужеством и умом графа. У-у-у. Пушкин испытывал к Воронцову неприязнь и даже написал на него весьма обидную эпиграмму. Ну, не может быть. Пушкин не мог плохо отзываться о Воронцове. Увы. Дело в том, что какое-то время Пушкин был подчиненным Воронцова и нередко не хотел выполнять его требования. Поэтому и писал не совсем справедливые стихи, считая своего начальника высокомерным. Рискну не согласиться. Воронцов вовсе не был высокомерным. Например, в сражении под Бородином, когда он был серьезно ранен и отправился в свое имение лечиться, то поехал не один, а взял с собой около 400 раненых солдат. И все они лечились на его средства. Действительно показательный случай. Но нам пора переходить к другим нашим сообщениям. Следующее событие, о котором мы расскажем, произошло в родном городе Воронцова, Петербурге. 18 ноября 1842 года был издан указ о строительстве первопостоянного моста через Неву. Он должен был соединить Васильевский остров с центром города. Это был самый первый разводной мост через главную реку Петербурга. Современники сразу назвали его драгоценным ожерельем красавицы Невы. На тот момент это был самый длинный мост в Европе. Целых 300 метров. А известно ли вам, Дмитрий, что за все время своего существования он менял свое имя четыре раза? Да, известно. Сначала строительство мост назывался Невским. Потом его переименовали в Благовещенский. После кончины императора Николая I он стал Николаевским. В советское время мост назывался мостом лейтенанта Шмидта. А в 2007 году ему вернули историческое название. Теперь он снова Благовещенский. Дмитрий, скажите, а у вас есть фотография этого величественного сооружения? Что за вопрос, Пифагор? Вы же только что видели. Вот она, фотография этого моста. Ну нет, нет. Это снимок в электронном виде. А я говорю о снимке, напечатанном на фотобумаге. Вот чего нет, того нет. А зачем он вам? На нашем экране все отлично видно. Я же не случайно спросил вас об этом. Ведь именно 18 ноября родился изобретатель фотографии. 18 ноября 1787 года родился Луи Жак Дагер. Французский художник и изобретатель. Создатель фотографии. Знаете, я всегда восхищаюсь людьми, которые создали или придумали что-то новое, полезное. Эх, я бы тоже с удовольствием что-нибудь бы изобрел. Легко сказать изобрел. За этим словом стоит кропотливая работа и многолетние опыты. Например, Дагер добился успеха после 10 лет экспериментов. Он очень долго разрабатывал метод фотографии. Да, само слово фотография происходит от основы греческого слова фос, свет, который звучит как фот, и графо, пишу. То есть в буквальном переводе фотография это светопись. Да, Дагер занимался именно светописью. Он пытался проявить изображение на особые стеклянные пластинки с помощью света и разных химических веществ. И в конце концов ему это удалось с помощью паров ртути. На пластине отпечаталось изображение. И оно было названо по имени создателя. Да геротип. Да непросто это дело изобретать. Полностью с вами согласен. Ну что ж, а теперь пришло время поздравить наших именинников. Мы поздравляем с Днем Ангела тех, кто крещен во имя святителя Тихона, патриарха московского и всея Руси, священномученика Гавриила и святителя Григория. С праздником вас, дорогие друзья, многое вам и благая лето. Ну, а нам осталось только напомнить, чем знаменит сегодняшний день. Дмитрий, прошу вас. Благодарю вас, Пифагор. Итак, 18 ноября 1586 года родился князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. В этот день, в 1856 году, скончался граф Михаил Семёнович Воронцов. В 1842 году, 18 ноября, был издан указ о строительстве первого постоянного моста через Неву, Благовещенского. И в этот день, в 1787 году, родился создатель фотографии Луи Жак Дагер. На сегодня это всё. До завтра! И пусть каждый ваш день будет добрым.